Здравпункт педагогического вуза. Сегодня на паузе. Вакцинацию студентов отложили. На один день возникли небольшие перебои с вакциной. Они сегодня только получают. Закончилась вакцина в поликлинике. Ее ограниченное количество осталось. Они не смогли нам выделить. Поэтому они попросили перенести. Мы его не отменили. Мы просто перенесли. Все желающие, кто на сегодня записывался, они могут провакцинироваться завтра. Приходят добровольно по предварительной записи. Отмечает Лариса Воронцова. В день защиту от коронавируса получают 70 человек. Уже привито больше половины студентов педагогического вуза, отмечают медики. Конечно, студенты сейчас активно идут. Потому что вход в большие гипермаркеты сейчас по QR-коду. Нет QR-кода, нет допуска, нет посещений. Ну а молодежь стремится посещать. Давление, сатурация – стандартная процедура перед прививкой. Их молодежь технического университета прививается активно. 30% студентов уже поставили препарат. Получается, я работаю, поэтому на рабочей попросили поставить вакцину. Я думала, будет очень больно. Я вообще с детства боюсь экологов, так что было достаточно не больно. Как бы и все говорили, что вакцина, ну, не все хорошо пройдет. Не знаю, сходила, вроде все нормально, жива-здорово. Здравпункт вакцинирует студентов с 1 ноября. За это время прибили 200 человек. Есть и те, кто по здоровью получил медотвод. С 1 ноября троим давали медотвод по заболеванию, потому что необходимо было, чтобы студенты сдали анализы. Только тогда, когда они сдают анализы, терапевт допускает их до вакцинации, если это необходимо. Без записи по живой очереди. В Торце весна работает один из трех барнаульских пунктов вакцинации. Сюда могут прийти как студенты, так и гораздо более взрослое население. Ажиотаж не такой большой, как в том же геомаркете. Но люди идут. Про эту вакцинацию кто что. Тут интернет тут вообще взбесился все. Кто что, не знает. Мне-то как-то все равно, что будет. Ну раз везде заставляет. Да правда, что театр. А я вас оболяю. Мы вакцинировали уже 3200 человек. Из них большинство, конечно, это вакцины гамм-ковид-вак. Также используется вакцина спутник лайт, но она используется только для ревакцинации или после перенесенного заболевания ковид. Двухкомпонентную вакцину впервые прививающимся рекомендуют ставить и специалисты здравоохранения. К слову, на сегодняшний день в Алтайском крае привито чуть больше 50 процентов взрослого населения. Для коллективного иммунитета нужно еще 30. А что касается поставок вакцины, этот вопрос Минздрав держит на контроле и добавляет, перебоев с поставками нет. Валентина Аскерова, Вадим Быстревский. День с толком.